Добрый вечер! 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 В какой стране поженились в 2008 году Уэйн Руни и Колин Маклахлин? Почему улыбаетесь? Нет, нет. А почему нет? Это скорее... Тихо, тихо. У вас есть 50 на 50. Шри-Ланка, Италия, Коста-Рика, Греция. Вопрос на 10 тысяч фунтов. Про это писали во всех журналах. Знаю. Жаль, что я их не купила. В какой стране поженились в 2008 году Уэйн Руни и Колин Маклахлин? Шри-Ланка, Италия, Коста-Рика, Греция. 10 тысяч. Ладно. Я возьму 50 на 50. Ладно, компьютер, уберите два неверных варианта, оставив Шарлотт. Один верный, один неверный. А у вас были варианты, когда появились ответы? Нет. Я склоняюсь к Шри-Ланке, но не знаю почему. У вас 5 тысяч, а вопрос на 10. Я пробую... ...представить журнал. Калин была в прекрасном платье, а Уэйн был в белом. Не хочу рисковать. У меня в жизни не было 5 тысяч фунтов. Теперь есть. Это чудесно, и я не могу ими рисковать. Я должна купить детям подарки. А здесь хватит на четвертого ребенка? Может, нет, но... Нет. Я... ...правда не знаю, поэтому заберу 5 тысяч и уйду. Спасибо, Крис. Вы очень вежливы. Ответ окончательный? Окончательный. Ладно, аплодисменты. Шарлотт забирает надежные 5 тысяч фунтов. Но знаете, Шарлотт, Шарлотт, Шарлотт. Будь вы чуть посмелее. И скажи, Шри-Ланка. Потеряли бы 4 тысячи. Верный ответ Италия. Вы сделали верный выбор. Аплодисменты. Она забирает 5 тысяч фунтов. Вы их заслужили. Спасибо, дорогуша. 5 тысяч фунтов едут в Глокторшер. Итак, она сделала правильно и сбежала, забрав 5 тысяч. А у нас 10 новеньких претендентов, выбранных в собеседованиях по всей стране. Сможет ли кто-то из них ответить на все 12 вопросов? Итак, знакомьтесь. Лориан Динксдейл из Миддлсбро. Лиза Харман из Южного Йоркшира. Джоан Малинер из Бетфордшира. Боб Робертс из Ноттингемшира. Фиона Хэмпси из Градства Тайрон. Цитал Котеча из Глостершира. Даниэл Ли из Листершира. Брайан Джастис из Вилтшира. Карен Худт из Чешшира. И Майкл Паркинсон из Большого Манчестера. И все они хотят бросить работу. Итак, отборочный тур. Сейчас мы узнаем, кто из десяти выйдет первым на схватку с нашим выносящим мозг компьютером. У нас один вопрос. Как всегда, четыре варианта и один верный порядок. Кто быстрее всех ответит верно, тот и победит. Прошу зал не отвлекать игроков. Им надо сосредоточиться. А вот и первый вопрос. Расставьте эти пары из радио и телесериала в порядке появления в эфире. Энди Джоас Агден, Дэн и Дорис Арчер, Стэн и Хильда Огден, Полин и Артур Фаулер. На одних лицах была радость, а на других ужас. Смотрим. Вот верный порядок. Первыми раньше всех, еще в 50-е, появились на радио Дэн и Дорис Арчер. Затем Стэн и Хильда Огден. Стэнли? Стэнли в 60-е. Затем Полин и Артур Фаулер в 80-е. И совсем недавно Энди Джоас Агден в последнем десятилетии. Вот верный порядок. Смотрим, кто из десяти ответил верно. Не угадал совсем никто. Молодцы претенденты. Прекрасно. За что вы им хлопаете? Они же самые тупые в истории игры. Ладно, тогда еще один вопрос. Расставьте эти длины, начиная с самой короткой. Милликилометр дюйм в сантиметр. Ладно, смотрим. Вот верный порядок. А потом глянем, кто из десяти угадал. Итак, сантиметр, затем дюйм, километр и, конечно, миля. Вот верный порядок. И кто из десяти, судя по лицам, далеко не все угадали правильно. Вот угадавший быстрее всех Лорен Дигдейл за 3,20 секунды. Лорен! Какая вы молодая, однако. Ух ты, ух ты, ух ты! Вы точно готовы сыграть? Даже не знаю. Я не знаю. Не знаю я. Она скоро будет играть на миллион, а вы не переключайтесь. Итак, у нас новенький участник. Лорен Дигдейл родилась в Миддлсбро, но недавно переехала в мой родной Рейдинг. Лорен считает себя противоречивой девушкой. Она закончила Оксфорд и получила ученую степень по философии и политике экономики. Но в свободное время очень любит побыть чирлидером. Она учится на юридических курсах в Лондоне и уже три года живет со своим парнем Робертом. Сегодня он пришел ее поддержать. Он пришел по тому, что хочет дорогую спортивную машину. Но Лорен ему ничего не обещала. Она хочет отправить маму и папу в кругосветный круиз. И, чуть не забыл, еще она хочет стать премьер-министром. Смелая девушка. Итак, миллион фунтов, 12 вопросов. У меня ответов, как всегда, нет. Так что я не смогу помочь, зато помогут наши подсказки. 50 на 50, звонок другу и помощь нашего элегантного зала. Что ж, удачи, Лорен. Мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?» Итак, наш первый вопрос стоит 500 фунтов. Как называется большой, красивый дом, обычно открытые публики? Величавый дом, помпезный дом, роскошный дом, исторический дом. Мой ответ — «Д» — исторический дом. Ответ верный у вас 500 фунтов. А сейчас последний шанс уйти домой ни с чем, чего не бывало уже много лет. У вас три подсказки. И вы в одном шаге от несгораемой тысячи. Итак, вопрос. Кто победил в передаче «Британская минута славы» в 2009 году? Ставрос Флетли, Сьюзен Бойл, Джулиан Смит, «Дайверсити». «Дайверсити». Ответ верный у вас 1000 фунтов. Значит, вы выросли в Миддлсбро. Да. А переехали в Рейдинг. Да. Почему? Хороший город? Почему? Мой парень Роб работает в Рейдинге, а я могу ездить в Лондон. Рейдинг — все равно, что часть Лондона. Сколько вы вместе? Года три. Он романтик? Да, еще какой. Правда? Да. На 21-й день рождения он возил меня в Париж. И когда мы только начали встречаться, поздравил меня с Днем Святого Валентина. Он очень простой и романтичный. А какую сумму вы хотели бы выиграть? Как вы хотите? Честно говоря, я вообще не думала, что сяду в это кресло. Поэтому сейчас я очень рада. 20 тысяч, на мой взгляд, было бы неплохо. Представляю, как проверю счет в банке, а там 20 тысяч. Ну, вас-то этим не удивишь. Вам-то не привыкать. Откуда вы знаете? Было бы чудесно. Ладно, посмотрим, как пойдет. Попробуем выиграть 20 тысяч минимум. А третий вопрос стоит 2 тысячи. И одна у вас не сгораемая. И не забывайте подсказки. В какой стране принадлежит остров Бьют? Шотландии, Ирландии, Англии, Уэльсу. Остров Бьют. Я без понятия. Я спрошу у зала. Нет, да, спрошу у зала. Ладно, итак, зал. Вот ваш вопрос на 2 тысячи фунтов. В какой стране принадлежит остров Бьют? Кнопка А. Шотландии, Б. Ирландии, С. Англии, Д. Уэльсу. Голосуем. Прошу. Я так и думала, что... Добрете. Нет, я правда думала, ведь большинство островов на севере, где Шотландия. Вы сказали без понятия. Я просто не была уверена. Ясно. Я отвечу как зал. Шотландия. Как 71%? Да. Ответ окончательный? Да. И верно, и у вас 2 тысячи. А ваш Роберт? Да. Который хочет дорогую машину. Думал, остров Ирландский. Все ясно. Бывает же, да? У вас 2 тысячи. А еще 50 на 50 и звонок другу. И у нас четвертый вопрос на 5 тысяч. Какой континент является родным для енота? Северная Америка, Африка, Европа, Австралия. Был один диснеевский мультик про енота. Не помню, как назывался. Енот. И где проходило действие фильма? Сейчас важен только этот вопрос. Да. Енот. Взять 50 на 50 или позвонить. Только надо решить, кому. Если возьму звонок другу. Или сначала взять 50 на 50, чтобы повысить шансы. И потратить все подсказки. Я позвоню другу. И позвоню я... Питеру. А кто он? Питер. Брат, подруги, моей мамы. Теперь все понятно. Ладно, звоним. А где он? В Миддлбро. Хорошо. И у вас останется 50 на 50. Я очень хочу вам дать 20 тысяч. Алло. Питер? Да. Крис Старрент, добрый вечер. Добрый. Как дела? Хорошо. Итак, шутки в сторону. Я звоню с игры «Кто хочет стать миллионером?» И передо мной сидит Лорен. Понял. Она застряла на вопросе, стоящем 5000 фунтов. Да. Сейчас вы услышите ее. Она задаст вопрос и даст варианты ответа. Ясно? Да. Так. Удачи, Питер и Лорен. Ваше время пошло. Какой континент является родным для енота? Северная Америка? Африка? Европа или Австралия? Северная Америка. Ты уверен? Уверен. Большое спасибо. Не за что. Он был уверен в ответе, да? Да. Я думала, это Европа или Австралия, но не была уверена, потому что в Австралии животные странные. И... Да. И я думала взять 50 на 50. Мой ответ – Америка. Окончательные? Да. Африка, верно, у вас 5000 фунтов. Тяжело вам приходится. Я хочу, чтобы вы дошли до 20. Почему у чирлидеров плохая слава? Потому что люди думают, что все дело в помпонах, а это не так. Я тоже так думал. О чем мы речь? Поэтому и плохая слава. Ну, в общем-то, это смесь акробатики, танцев и гимнастики. Мы делаем сальто, кидаем людей в воздух и ловим. Мы очень редко махаем помпонами. И это очень, очень сложный спорт. Ну, а я точно видел, как машут помпонами. Это не настоящие чирлидеры. Не настоящие? Нет. Ладно, у вас 5000. А на пятом вопросе можно удвоить выигрыш, ясно? Да. Есть одна подсказка. Не спешите, послушайте и скажите, что делаем. Мотогонки, известные как Инди-500, длятся 500 чего? Почему вы боитесь? Потому что не знаю. Ясно. Миль, километров, кругов, часов. Я возьму 50 на 50. Я подумал, если не знаете, то и подсказка не поможет. Но посмотрим. Итак, компьютер, уберите два неверных варианта, оставив Флорен один верный, один неверный. Миль или часов, Инди-500. Я правда не знаю. Но хочу угадать. Думаю, это Милли. Вряд ли гонка длится 500 часов, даже с перерывами. А может, я и не права. Километры и круги были как бы дистанциями. Знаете, я буду рада и тысячи. Мой ответ Милли. Импульсивно. Один раз живем. Вообще-то нет. Вообще-то да. Живем один раз. Нет, я не об этом. Не пойму, а чего вы остановились? Не хочу проиграть 4 тысячи. Но вы же хотели рискнуть. Да. Сюда я больше не приду. И вообще, я не думаю, что сяду в это кресло. Мама, наверное, меня убьет, как и мой парень. Но я отвечу Милли. Ответ окончательный? Да. Лорен. Вы выиграли 10 тысяч. Было страшно. Понимаю, но мне это очень нравится. Итак, у вас 10 тысяч, да? Да. И ни одной подсказки. Можете забрать 10 тысяч и уйти. И это будет хороший выигрыш. Верно? Да. Но взгляните на шестой вопрос. Он стоит 20 тысяч, за которыми вы пришли. Если вы сейчас ошибетесь, потеряете 9 тысяч. Ясно? Ясно, да. Да. Итак, шестой вопрос и 20 тысяч фунтов. Из какого мюзикла песня ты слышишь, как поют люди? Отверженные, спамилот, злая, свободные. Сейчас бы 50 на 50, я точно знаю два неверных варианта. А надо знать три. Знаю. Это 100% не злая. Почему? Я его видела и знаю все треки. Я точно знаю, что там такого нет. Так, а второе точно нет. И? Не думаю, что это отверженные. Я про них что-то слышала. И знаю несколько песен оттуда. А про спамилот впервые слышу. Я заберу деньги. Точно? Я не буду рисковать. 10 тысяч – большие деньги, и я буду рада пустить сюда следующего. Рискнуть не хотите? Очень хочу. Я не хочу, чтобы вы потеряли деньги. У вас 10 тысяч. Как бы вы ответили? Гипотетически. Если бы я отвечала, то выбрала бы «Свободных». Про спамилот не слыхала. А вы бы не стали давать неизвестный вариант, спрашивая, из какого мюзикла песня. А я точно слышала песню. Ты слышишь, как поют люди. Поэтому я бы выбрала «Свободных». Но я не хочу терять 9 тысяч. Еще бы. Да, я заберу деньги. Точно? Да, беру деньги. Окончательно? Окончательно. Аплодисменты, она забирает 10 тысяч пунктов. А спамилот очень знаменит. Правда? Да. Это старый мюзикл? Нет, вполне современный, да. По цирку «Монти Пайтон». Вот получу 10 тысяч и куплю билет. Да, купите. Но когда придете на мюзикл, вы не услышите в нем песню «Слышишь, как поют люди». Вы знали, что это не злая. А вот ответь, вы свободные, тоже ошиблись бы. Ведь это отверженные. Правда? Да. Аплодисменты. Она забирает 10 тысяч, а у нас еще 9 претендентов, жаждущих попасть в это кресло. Не переключайтесь. Итак, у нас 9 претендентов и новый отборочный тур для них. Прошу не шуметь. Вот и следующий вопрос. Расставьте эти слова по алфавиту. 4, 5, 40, 50. Они выглядят очень довольными собой. Что ж, посмотрим. Вот верный порядок. Самым сложным было обогнать остальных. 50, затем 5, затем 40, и, конечно, 4. Вот верный порядок. Посмотрим, кто из 9 ответил быстрее всех. Угадали почти все. Быстрее всех Дэниэл Ли, который сейчас пищит. Вы обогнали всех остальных, Дэниэл? Да, вижу, вы очень рады. Она ответила за 4,53 секунды. Невероятно. Прекрасно. Вижу, вы просто счастливы. Конечно. Да. Там просто надо было знать буквы. Я их знала. И быстро нажимать кнопки. Хотите сыграть на миллион? Да, конечно. Тогда вперед. Итак, с нами играет веселая Дэниэл Ли из города Шефшит, что в Лестершире. Сейчас она работает мамой для своих дочек. Трехлетний Брук и Кимми, которой нет двух. А раньше Дэниэл работала кассиршей, бухгалтером, секретаршей, младшим учителем, а совсем недавно и завучем. Но до всего этого Дэниэл пару лет была волонтером в Аргентине. Она замужем за Саймоном уже 6 лет, но в нашем зале за нее болеет ее сестра, малютка Кристи. В следующем году Дэниэл хочет устроить большую встречу выпускников, которая совпадет с ее 30-летием. И если выигрыш будет крупным, она пригласит на свой шикарный банкет аж 350 человек. Ладно, тем для разговоров очень-очень много. А сейчас 12 вопросов, 3 подсказки, 1 миллион фунтов. Удачи, Дэниэл. Мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?» Итак, первый вопрос и 500 фунтов. В качестве кого знаменит Пикассо? Танцор, поэт, художник, композитор? В качестве художника. Это верно. У вас 500 фунтов. Он был художником, декоратором и хорошим маляром. У вас 500 фунтов. А следующий вопрос даст несгораемую тысячу. Только не забывайте про подсказки. Какая из этих птиц часто стоит на одной ноге? Сорока, фламинго, дятел, малиновка. Моя трехлетняя дочь хорошо ее показывает. Это фламинго. Зачем она это делает? Думает, стоять на одной ноге смешно. Ей всего три. Ответ верный. У вас 1000 фунтов. Просто было, да? Вы хотите позвать 350 человек? Да, столько я хочу пригласить. Кажется, столько училась на моем курсе. Сейчас я нашла человек 200, и надо поискать еще. Это тяжело. Вы вообще занятой человек? Вы в комитете по ярмарке? Да, я помогаю организовать деревенскую ярмарку. Большую? Да. А в прошлом году были соревнования по... Что за соревнования, кстати? Сначала был спор о бисквите Виктории. Спор о бисквите Виктории? Ничего себе. Да. Надо же. А чего спорили? Сначала спорили, надо ли давать рецепт бисквита Виктории тем, кто хотел участвовать в соревнованиях. А потом начали спорить, каким должен быть рецепт. Кто-то сказал, если приготовить по напечатанному рецепту, получится просто печенье. Что будет неправильно. Но все кончилось хорошо. Соревнования прошли, и получились не печенье, а бисквиты Виктории. Какие у вас там интриги? Да. Интересно. Видели Викари из Дибли? Да. У нас все как там. Вы живете в Дибли? Да. Практически. Ладно, у вас тысяча фунтов. Куда стремимся? До какой цифры? 50, 500 тысяч, миллион? Куда? 10? Дома я обычно дохожу до 20, 50, но здесь не знаю, насколько я готова рисковать. Так что посмотрим. Дома настоящих денег не платят. Да. А здесь у вас уже тысячи фунтов. И это большие деньги. Попробуем выиграть больше. У вас тысячи фунтов, три подсказки, а третий вопрос стоит 2000. Какой стране принадлежит остров Миконос? Греции, Турции, Италии, Хорватии. Пока не появились ответы, я думала Греции. А сейчас не знаю, вискнуть или нет. Уже две тысячи. Я что, так рано буду выглядеть полной дурой? Миконос. Больше позитива. Не может быть, чтоб другие. Не может. Здесь нет вопросов с подвохом. Значит, точно Греция. Ответ окончательный? Окончательный. И верный, у вас две тысячи фунтов. Итак, у вас две тысячи фунтов, а четвертый вопрос стоит пять. И не забывайте о подсказках. Что из этого является стеклянной бутылочкой, в которой обычно разливают лекарства? Фобос, фиал, фаринкс, флоэма. Думаю, фиал. Я не могу сказать, что уверена, но... Рисковать... Вряд ли это что-то другое. Фиал. Да, я так и отвечу. Ответ окончательный? Окончательный. И верный, у вас пять тысяч фунтов. Вы спокойны? Да. Похоже на то. Да. Отлично. Да, но я удивлена. А когда выходили, пищали. Я обрадовалась, что нельзя порадоваться, что меня выбрали. Нет, можно, можно, можно. Я заводная. Но сейчас, на удивление, тихо. Посмотрим, что будет с ростом суммы. У вас пять тысяч фунтов, и вы потеряете четыре, если ошибетесь. Но у вас целых три подсказки, а пятый вопрос стоит в десять тысяч. С каким аксессуаром почему вы улыбаетесь? Кажется, я знаю ответ. Ясно. Что вы хотите увидеть? Туфли. Туфли. Ладно. Просто туфли. С каким аксессуаром больше всего ассоциируется слово «биркеншток»? Драгоценности, шляпы, обувь, сумки. Обувь. Обувь. Ответ окончательный? Да. И верный вас десять тысяч. Приятно, да? Да. Да, приятно. Прямо не верится, что все подсказки целы десять тысяч. Просто вы очень умная женщина. Да, конечно. Или вам крупно везет. А еще вы душевный друг. Да. Что это значит? Это значит, я обучаю женщин, кормящих грудью, собирающихся рожать, как кормить грудью. Да. А это что, сложно? Да. Я просто не знаю. Смотрите. Согласна, вы не обязаны знать. Кстати, чтобы стать душевным другом, надо пройти курс 12 недель. Там много сложностей. Все не так просто, как думают большинство людей. Ясно. Итак, у вас десять тысяч. И вы вдвух... Думаю, вы еще не осознали, но вы в двух верных ответах от 50 тысяч. Это ошеломляющая сумма. И у вас три нетронутых подсказки. 50 на 50, звонок другу и помощь наиумнейшего зала. Итак, шестой вопрос и 20 тысяч. Сейчас у вас 10, одна из которых несгораемая. Вы потеряете 9 тысяч, если ошибетесь. Но у вас есть три подсказки. Ответ на шестой вопрос может удвоить ваш выигрыш. Кто из этих женщин не является матерью двойняшек? Гэби Логан, Дженнифер Лотос, Маргарет Тэтчер, Пола Рэдклифф. Я знаю, что у Гэби Логан двойня. Кажется, у Дженнифер Лотос тоже. У Полы Рэдклифф была одна девочка, но недавно родился кто-то еще. И еще ее дочь бежала в марафон, когда ей было 10. А значит, у Полы было время родить двойню. Про Маргарет Тэтчер я вообще не знаю. Но ее семья всегда в центре внимания. Да. Я знаю, у нее есть сын и дочь. Может, они двойняшки? Нет, я не уверена. И, наверное, спрошу у зала. А, не знаю? Очень надеюсь. Ну, вам решать. Да, я спрошу зал. Итак, зал. Первая подсказка для Дэниэл. Деньги серьезные, 20 тысяч. А вот и вопрос. Кто из этих женщин не является матерью двойняшек? Кнопка А. Гэбби Логан. Б. Дженнифер Лоббес. С. Маргарет Тэтчер. Д. Пола Рэдклифф. Вопрос на 20 тысяч. А, Б, С или Д. Прошу нажать на кнопки. 70% за Полу Рэдклифф. 27% за Тэтчер. 0% за Гэбби Логан. И 3% за Дженнифер Лоббес. Вы киваете, но как-то... Мне это не очень-то помогло. Вот думаю, немного ли я болтала, и не отвечают ли Лиды, наслушавшись меня. Не надо было много болтать. Я всю жизнь болтушка. Да. Вам решать. 70% большая цифра. Я думаю, да. Я тоже склонялась к этому ответу. Вряд ли у нее было время родить еще двойню. А может, Тэтчер в глазах? Она... Я не помню имени ее детей, но у нее наверняка есть двойняшки. Я просто о них не знаю. Что? У Маргарет наверняка есть двойня, о которой я не знаю. Может, ее дочь, чей-то близнец. Да, я отвечу Пола Рэдклифф. Пускай. Пола Рэдклифф сидела в этом кресле тоже. Правда? Да, пару месяцев назад. Надеюсь, она не была беременна двойняшками. Вы хотите из меня выбить ответ? Нет, не хочу. Пола Рэдклифф. Ответ окончательный? Окончательный. У Маргарет Тэтчер есть двойня. А вы выиграли 20 тысяч. Да. Да, но немногие это знают. Хотя нет, 75% зала знали, что дети Маргарет Тэтчер на самом деле двойняшки. У вас 20 тысяч. Спокойны? Не реально. Да, я как во сне, в каком-то эпическом сне. Нет, нет, это не сон. Я здесь, вы там, а сестра Монтам. И там тоже, зрители. У вас 20 тысяч самых настоящих денег. А следующий вопрос на 50. Да, я только хотел сказать, но вы опередили. Ничего. У вас две подсказки. 50 на 50 и звонок другу. Следующий вопрос стоит 50 тысяч фунтов. Дэниэл, если вы сейчас ошибетесь, то потеряете 19 из 20 тысяч. Прошу, не ошибитесь, ладно? А седьмой вопрос на 50 тысяч таков. К какому семейству относится золотая рыбка? Лососевые, окуневые, щуковые, карповые. Ненавижу рыбалку. И не знаю ответ. А почему? Ну, не знаю. Не понимаю, что интересного в том, что сидишь и ждешь рыбу. Вы хотите, чтобы я помог выиграть, или нет? Из какого семейства золотая рыбка? Вам поможет звонок рыбаку. Вот думаю, кому бы позвонить. Есть 50 на 50. И звонок другу. 50 на 50 не поможет, потому что я понятия не имею. Могу сказать, что это не щука и не лосось. А может... 50 на 50? Нет, я не поверю сама себе. Придется звонить другу и... Вопрос на 50 тысяч. Да. Надо сделать правильный выбор. Кому позвонить? Не знаю, кто из моих друзей любит или не любит рыбалку. Не могу... Не могу решить. Да, я позвоню Ричарду. Ричарду? Ричарду. Кто он? Он мой друг. А еще он любит всякие викторины. Ясно. А он умный? Да, да, очень умный. Да, очень образованный и, надеюсь, разбирается в рыбах. Ладно, звоним ему. А где он? В Вертленде. В Вертленде? Да. Ясно. Давай, давай. Алло. Ричард? Да. Хрис Таррен, добрый вечер. Привет, Крис. Как дела? Спасибо, хорошо. Итак, шутки в стороны. С нами неплохо играет Дэниэл, но застряла на одном вопросе и надеясь, что вы знаете ответ. Я тоже. Сумма очень серьезная. Вопрос на 50 тысяч. Ого. Да, ого. Не хотел добить, но сейчас вы услышите Дэниэл. Она прочтет вопросы, варианты ответа. Один из которых стоит 50 тысяч. У вас 30 секунд. Все ясно? Да. Удачи, Дэниэл. Ваше время пошло. Ричард, к какому семейству относится золотая рыбка? Лососевые, окуневые, щуковые, карповые? Я думаю, относится к карповым, но это просто догадка. Только догадка? Да, догадка. Повтори варианты. Лосось, окунь, щука или карп? Думаю, золотая рыбка, карп, но не уверен. А можешь исключить варианты? Не знаю, уверен. Это не лосось, но... Точно не лосось. Точно не лосось, но... Удачи тебе. Большое спасибо. Как вовремя, да? Удачи тебе. Я возьму 50 на 50. Надеюсь, останется лосось. Надеюсь, карп и лосось. Ладно. Компьютер, уберите два неверных варианта, оставив Дэниэл один верный на 50 тысяч, и один неверный. Да. Вот так бывает в жизни, правда? Я знаю, что надо делать. Я не буду рисковать 19 тысячами. Я не могу рисковать. Ведь 20 тысяч – это огромные деньги, и я их заберу. Ричард не знал, к сожалению, и я не знаю. Но он же дал вам подсказку. Он сказал, это догадка. А я не хочу из-за догадки потерять 19 тысяч. 20 тысяч? Да. Мне будет достаточно. Сейчас все рыбаки страны кричат в телевизор. Простите, если я кого обидела. Просто кричат в телевизор. Я же прав. Я не слышу. Да. Людей, знающих ответ много, но они там. А вы здесь, именно здесь. И вы не хотите терять 19 тысяч. Нет. Так вы будете рады забрать 20 тысяч? Больше, чем рада. Больше, чем рада. 20 тысяч фунтов. Еще бы. Замечательная сумма. Ну, неужели? Я заберу деньги. Ответ окончательный? Окончательный. Аплодисменты. Она забирает 20 тысяч фунтов. Не хотите, чтобы я говорил? Ведь я, как очень опытный рыбак, сижу тут и... Правда? Да. Простите. Не надо. Прошу вас. Простите. Нет, я не поэтому. А потому, что сижу и знаю ответ на вопрос, стоящий 50 тысяч. И ничем не могу помочь вам. Верный ответ. Карп. Ну, что ж... Ричард угадал, но не был уверен. Да, не был. Аплодисменты. 20 тысяч фунтов. На русский язык программа обучена компанией Видеофильм ТВ по заказу телекомпании Стрим в 2012 году. Аплодисменты.